Мы находимся в Мещерском парке и узнаем об одном экстремальном виде спорта маутинбайк. Для катания нам необходима защита и базовые навыки, которые я сейчас покажу. Олег выполняет головокружительные трюки и умело спрыгивает с трамплина. За таким мастерством стоит не один год тренировок и, конечно же, физическая подготовка и профессиональный велосипед. Должен быть горный велосипед, но там все немножко сложнее, велосипеды отличаются. То есть, если кататься прямо в горах, это один велосипед. Если кататься по трамплинам, то это другой велосипед. Есть, конечно, что-то среднее, но плюс-минус нужно смотреть именно, что хотите катать. В маутинбайке бывают и падения, поэтому необходимо подобрать качественную защитную экипировку и всегда соблюдать технику безопасности. В стойке вы должны ехать, смотреть, во-первых, прямо, чуть-чуть подсогнуть руки. То есть, они должны быть и не напряженные, но и вас не должно болтать на велосипеде. И должна быть прямая спина. Все началось с того, что один американский студент решил скатиться на велосипеде с горы. Это и стало отправной точкой в истории маутинбайка. Уже в 1990 году провели первый чемпионат мира по этому виду спорта. Есть много гонок. Они и не совсем в Москве, есть и в Обнинске. Вообще по области много гонок проводится. Можно поучаствовать, просто как... Окунуться в дружескую атмосферу маутинбайка. Все-таки это хоть и соревнования, но все как бы друзья подбадривают друг друга, поздравляются там с победой. Это занятие точно для тех, кто не из робкого десятка. Быстрота реакции, смелость и готовность к авантюрам. Неотъемлемые качества спортсмена. Хоть этот вид спорта и не прост в освоении, упорные тренировки и советы профессионала вам помогут получить желаемый результат. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». И попробовать встать в стойку.